окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате стрэндж хартикалча запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше приключение напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик я промотал предыдущее видео на начало видео где мы нашли получается вот этот гриб и получается что он и есть как раз таки digitatus mortus поэтому давайте мы его пометим а на всякий случай все-таки фиолетовый потому что это не точно ну вроде как именно его мы подобрали там и где в том месте который описывается в этой записке есть так поставим его обратно к грибам сюда вот так почешем теперь за ушком нашего мурзика и разберемся с этой картой если посмотреть таким образом мы видим подсказку раскрытая тайна тайную не является 2 мили к северу от фоксфилда 2 мили на север от фоксфилда окей давайте туда же исходим только найдем в начале фоксфилд а вот фоксфилд 2 мили на север раз два да а надо мной кружат три ворона разрывая криками тишину это знак я забираю то что нужно и ухожу получено новое растение так сейчас будем разбираться что же это мы такое получили а в начале исследуем его но оказалось об эти зазубренные листья легко поранится вот это не может быть оно у цветка множество лепестков с листьями нужно обращаться аккуратно так как они необычайно остры вот это вот похоже такая же штуковина вот и много листочков да я думаю это она гарри душица на отлично так а поставим тебя куда мы тебя поставим уже да вот сюда например ну и что давайте принимать посетителя что у нас здесь вообще имеется вспоминаем так подсказка как пользоваться диском браера но мы умеем им пользоваться почему не помечается галочкой что что здесь уже выполнено ладно пускай будет и по поводу эликсира мы уже знаем как его делать какие растения нужны но делать мы еще собственно не умеем почтальон дэвид шейфер письмо от вашей знакомой из библиотеки хорошо а недавно вы спрашивали у меня про длинную мэг увы я ничем не могу вам помочь однако советую посетить аббатство колдор настоящий кладец знаний об этой местности и если вы наведаетесь туда монахи попросят принести растения но название его не скажут это своего рода проверка меня к рукописям так и не допустили симона помечено то есть мы там уже были да на аббатство колдор нет стоп да вот у нас только одно аббатство мы там уже были и видимо там мы как раз таки и получили описание того кто такая длинная мэг ну хорошо значит не придется сейчас туда топать верона грин сестры опять испытывают мое терпение была бы здесь прежняя арда но ее уже нет они хранят свои секреты много веков но сейчас самое время приоткрыть завесу тайны они знают способ победить этого служителя какой-то ритуал оружие или еще что-то но упрямая гордость не дает им обратиться за помощью ну я не намеренно сидеть сложа руки нужно поболтать с новой ардой пожалуй захвачу с собой асторию горную а зачем она тебе прибавляет уверенности и умение убеждать а вот как астория горная давайте искать растений у нас уже очень много поэтому абсолютно не помню где у нас что стоит и как что выглядит а вот астория горная вот это странно выглядящее растение растение определено великолепно несмеяночка интересное название посмотрим а здесь меняем на желтую в этом мы уже уверены растение несмеяночка многие полагают что это растение помогает найти золото однако это не более чем легенда с таким же успехом можно пытаться дойти до другого конца радуги мягкие листья с узорными краями успокаивают боль от ожогов и укусов насекомых а другие названия этого растения злато свет и тщетная надежда так вот такие вот листочки давайте посмотрим ну похоже что у нас такого и нету а злато свет подождите злато свет вот же оно то есть правильное название вообще не смеяночка отлично давайте тогда давайте пускай и злато свет будет у нас тщетная надежда может еще тщетную надежду сюда добавить ну да вдруг кто-то попросит у нас ее вот так злато свет тщетная надежда отлично кто дальше томас грин я закончил работу которую вы мне поручили открывайте аккуратно линзы особенно хрупкие я с большой осторожностью доставил сюда этот аппарат наконец-то прибыло оборудование для лаборатории я смогу варить эликсиры из моих растений так вот это интересно здесь еще есть записька путеводитель паттерсона по ядовитым грибам и противоядине весенняя вощанка бывает смертельно ядовита отравление обычно излечивается уксусным отваром сердцебега закатная вершинка в малых дозах не опасно для лечения используйте толченые листья бандия кислого кардинальская шляпка часто смертельно ядовита для лечения можно использовать сок лимонного франта медный калидонец часто смертельно ядовит известных лекарств нет беда землепашца часто смертельно ядовита противоядие можно изготовить из гентии королевской хорошо это мы будем иметь в виду это мы сюда тогда добавим слушайте а может быть мы теперь можем создать эликсир но почему бы и нет где у меня тут записано значит что для этого нужно эликсир бейлока а нам для этого нужно ярко глаз гаситель так а следующий у нас цветок не определен у меня записано сиреневые цветы мягкий аромат вот а имеет значение в каком порядке сверху вниз или как допустим вот так ярко глаз у нас сюда гаситель 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 ну давайте попробуем получен новый эликсир и достижение мастер брювер так а здесь не сказано эликсир правильно мы сделали или нет и где он вообще вот он так то есть эликсир бейлока мы сделали да мы можем вот смотреть светло-голубая жидкость так может пометить его да его тоже можно пометить надеюсь я не ошибся пускай будет наверно фиолетовый хотя если здесь галочка стоит значит правильно я так думаю интересно только зачем он нам ну пускай там стоит будет надо у нас по крайней мере он уже готовый есть ну тогда хорошо принимаем следующего посетителя беттани коллман новая арда была бы недовольна узнав что я здесь но лесу угрожает опасность я говорила с вероной грин все плохо если дендрю пробудился он скоро придет за нами вы должны принести подношение на алтарь ардуины так придется сейчас поработать с картой можно даже вот таким вот образом сразу ну давайте искать что мы здесь видим вот это что это наверное какая-то церковь может быть ну вот это уже сложно вот это уже сложно вот это наверно река какая-то давайте искать где что-то похожее вертикально располагается так кажется кажется я нашел так вот смотрите вот здесь вот такая вот загогулина и вот похожая тоже загогулина нам нужно вот это вот место да прямо под горой как я понимаю так так похоже что вот это оно ну давайте посмотрим да похоже бетт удалось уговорить сестер не ходить в эту часть леса по крайней мере какое-то время деревья здесь массивные и древние алтарь словно создан природой но такая он такая же часть леса как сучковатые стволы и цепкие корни мне нужно сделать подношение богине ардуине горедушица или колдерия давайте почитаем нам нужно понять в чем разница между ними горедушица считается что горедушица обладает защитными свойствами а некоторые приносят ее в дар богам в обмен на покровительство а колдерия полезные свойства колдерии изучены плохо существует версия что ее используют адепты черной магии однако автор сего труда не обнаружил тому никаких свидетельств служительницы культа ардуины богини охоты приносят цветок в дар своей покровительнице чтобы охота удалась цветок растет на тонком стебле с маленькими листьями так а вот это вот теперь уже вопрос в итоге в итоге что же нам нужно то потому что и то и то вроде как в принципе в принципе совпадает горедушица защитные свойства колдерия колдерия просто приносит ее для того чтобы охота удалась но и он использует адепты черной магии вот это меня немножко вот это мне немножко напрягает чтобы охота что удалось ну конечно ее используют служительницы культа ардуины а мы как раз ардуине подношение собираемся совершить но здесь тоже приносят ее в дар богам в обмен на покровительство обладать защитными свойствами но в принципе даже если здесь не указано что именно ардуине ее приносят это обладает защиту дает как бы защиту а то колдерия дает удачу в охоте но нам то сейчас охота ни к чему я думаю защита важнее давайте наверное горедушицу дадим так горедушица ай даже не знаю ну пускай будет горедушиться кстати растение определено отлично эвулиум так про эвулиум мы почитаем но в начале давайте горедушицу сделаем желтенькой отлично так здесь мы побывали это можно в архив хорошо эвулиум некоторые находят запах этого растения невыносимым однако считается что оно обостряет чувства и лечит суставы множество маленьких аккуратных листочков ну у нас такого видимо пока что нет хотя стоп а здесь видимо нету цветков как бы здесь оно завершается листочками нет 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 это не то что у нас такого нету у нас такого нету ничего найдем Наталии Купер меня донимают какие-то чокнутые кричат про какое-то искупление и обещают кого-то выпустить черти что творится нет уж пусть забирают свои семена чего-то там чудо-юдо пробужденное и прочую околесицу и катятся отсюда а я в их бесовскую секту вступать не собираюсь неужели мне нельзя спокойно заниматься садом если они снова объявятся прогоню их буйно светом а у вас он имеется а вроде как есть а только давайте прочитаем что он дает обладает грозным защитным механизмом при малейшем прикосновении он выпускает жгучие шипы прогоню их буйно светом и что ты будешь махать перед ними буйно светом что ли да по-моему лучше тогда уже было оружие какое-то взять ну ладно в принципе почему бы нет держи растение определено леска нептуна так про леску мы сейчас почитаем давайте в начале желтую бирочку сюда повесим растение растение которое еще называют правдовидец при употреблении заставляет говорить правду цветы с небольшим количеством лепестков очень пахучие так и в центре должно быть вот такое вот что то нет не такие должны быть лепестки очень пахучие ну вроде бы лепестки не такие как то не похоже а вот даже не знаю нет это не это не оно это не похоже наверное у нас просто такого еще с вами нету ну что ж день у нас закончился закрываем шухлядочку еще раз почухаем мурзика и что же за карту мы получим опа интересно со временем она поняла что у сестер есть свои секреты а может она всегда это знала что привело ее к ним случай или поиск она не могла сказать наверняка хотя к тому времени это было неважно у нее появилась цель и она готова была на все чтобы ее достичь день одиннадцатый понедельник так книгу я не убрал надо убрать ее так ну похоже что нужно куда то это приложить 902 803 это мне напоминает вершины гор то есть приложить к вершинам гор и вот здесь будет отмечено место куда нам нужно попасть а что ж ребята серия у нас сегодня получилась очень короткая но мы уже с вами привыкли что у нас одна серия это один день в игре поэтому давайте будем этого и дальше придерживаться думаю так будет удобнее всего поэтому на сегодня это все спасибо вам большое за просмотр не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании а как обычно с вами был зоди удачи друзья встречимся в следующей серии пока 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 пока